Очередная демонстрация недовольства от России в отношении стран, поддерживающих Украину. Посольство Российской Федерации рекомендовало российским гражданам не посещать Канаду. Причины, названные посольством, это яркий пример работы прокремлевской пропаганды. Посольство Российской Федерации в Канаде в связи с многочисленными случаями дискриминации в отношении граждан России по этнической принадлежности и признаку гражданства в Канаде, включая физическое насилие, рекомендует воздерживаться от поездок в данную страну в целях туризма, получения образования, а также в контексте деловых связей. К тому же предостережения были наведены и для тех граждан Российской Федерации, которые на данный момент пребывают в Канаде. Следует предпринимать особые меры предосторожности вблизи точек общественного питания. А также розничные продажи товаров, имеющих отношение к Восточной Европе. Эксперты отмечают, что такие заявления со стороны Российской Федерации – это ожидаемые действия. Там титулом «недружественные страны» или вот такими неоправданными обвинениями осыпают всех, кто поддерживает Украину. Россия – страна, которая изолируется от внешнего мира, ограничивает свои связи с цивилизованным миром. Канада не первая страна, против которой начинаются такие медийные санкционные действия со стороны РФ. Конечно же, у россиян нет глобальных проблем в Канаде. На улицах Оттавы или Торонто их точно не бьют. Канада поддерживает Украину еще с 2014 года. А вот за последнюю неделю страна продемонстрировала сразу несколько активных шагов, сфокусированных на помощь Украине. Это страна, которая имеет серьезные исторические связи с Украиной. В частности, из-за большого представительства украинской диаспоры в Канаде. Это на сегодняшний день более 1 миллиона 300 тысяч этнических украинцев. Один из них – объявление очередного пакета военной помощи Украине на 29 миллионов долларов. Этот пакет будет включать 40 снайперских винтовок, 16 радиостанций и вклад в фонд НАТО для помощи ВСУ. Винтовки и боеприпасы поставит канадская компания Priory Gun Works. А радиостанции для сопровождения танков Leopard 2 – L3 Harrods Technologies. С первых дней полномасштабной войны Канада вошла в пятерку стран, которые предоставляют нам самое большое количество финансовой поддержки. Плюс новые санкции в отношении России и Беларуси также будут введены в ближайшее время. К тому же в конце марта государственный бюджет Украины получит около 1 миллиарда 800 миллионов долларов от Канады в качестве кредита на льготных условиях для восстановления страны. А вот еще один факт, который не нравится россиянам – это конфискация их активов в Канаде. Недавно стало известно, что эти активы будут переданы на пользу Украины. Готовимся к конфискации самолета Ан-124 и другим активам агрессоров в Канаде и передаче их в пользу Украины. Об этом факте тоже не забыли упомянуть в посольстве Российской Федерации. С учетом высоких рисков ареста любых финансовых операций в канадской юрисдикции, в канадских долларах, с участием российских банковских учреждений призываем полностью отказаться от их проведения. Но вот такие то ли пугалки Кремля для своего народа, то ли обычная демонстрация недовольства вряд ли сменит курс Канады в активной поддержке Украины. Как и в принципе курс любой цивилизованной страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова